У нас наконец-таки сплав! Субтитры подогнал «Симон» Ну как сплав? Полу сплав! Поскольку мы были без ночевки А любой выезд без ночевки, без костра, палаточки, гамака Это так, полу рыбалка Но этот выезд был очень для меня долгожданный Мне прям максимально не терпелось Наконец-таки опробую свое новое пласт-средство И это новинка Тайм-териала «Байбок» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу, наверное, предупрежу, что, скорее всего, весь выпуск Это не как рыбалка, как будет такая, прежде всего, презентация нового комплекта Не обзор Я не буду, наверное, в этом видео ничего рассказывать про кайт-бот И какие-то сравнения с катабайтом Хотя можно было бы это сделать Потому что разница, и она просто на глазах, она очевидна Мог бы сейчас это все рассказать Но все дело в этих мелочах эксплуатационных От них все зависит А чтобы их распознать, надо поплавать как минимум хотя бы в сезон И тогда они все сплывут Плюсы, так и минусы Вот эти мелочи, из которых состоит уже все впечатление Поэтому вы меня знаете Я поплаваю, съезжу на некоторые сплавы У меня уже намечено, куда что я хочу с этим комплектом поездить Для того, чтобы наработать Я надеюсь, что у меня все получится И уже по завершении всего обязательно сниму обзор В этот сплав я был с Женей План нашего сплава такой, что мы, поскольку без ночевки Хотели за день пробежать как можно больше Вот этих перекатиков, порогов Покидать, посмотреть И уже дальше вернуться обратно по реке Тем же маршрутом А для этого нам, естественно, нужны были моторы Мой выбор пропал на Сузуки Четырехтактный, две с половиной лошадки По большому счету, скажу вам, что у меня не было Вот этих вот мук выбора, терзаний Какой мотор взять Я изначально выбирал между двух с половиной лошадями И выбирал между Сузуки и Меркури Был какой-то момент в такой пару дней Что я, конечно, поглядывал на троечку Ямаха Поскольку, во-первых, у нее тяга просто великолепная Но самое главное, что мне приличало Это наличие бензонасоса А значит, что можно сделать Внешний бак вывести, скалхозить Для маломощного мотора Иметь внешний бак, ну это просто сказка Прежде всего, естественно, меня волновал вес мотора Поэтому он в конечном итоге вот взял Сузуки Надежный, легкий, компактный Это мой малыш, с которым я буду ездить этот год Посмотрим Ах ты мой, Сузуки Сейчас повезет меня обратно против течения Хорош, хорош, парни Хорош Женя, у него электромотор Ну, смотрите, какую интересную приблуду он себе поставил Так, парни, у Жени очень интересная конструкция У него обычный фиш-каяк Классический, прошлогодний И он у него установил боковой электромотор А для этого Он вот такие костыли здесь сделал Женька, сам изобрел? Нет В Тантреале продается выносной транец В Тантреале? В ТИХ, заваскаю Это ТИХ, тема Короче, вот так клеится, проушины Ну и вот такая из фанеры толстая Получается конструкция Слева у вас электромотор Хоп, аккумулятор ушел назад Как итог После, вот я уже рассказывал После того, как мы поплавали Мы переживали, что будет немножко кренить на бок Но нет, такого нету Так, а борта перевешивает у тебя, нет? Ну, незначительно Ну, есть такой эффект, что когда стартуем Естественно, каяк пытается уйти в бок Поэтому надо хорошо, крепко держать румпель Предлагать усилия Когда выходит уже на скорость Уже, в принципе, хорошо И еще минус, какой выяснилось У электромотора Сказочная функция Что у нее меняется высота ноги Устанавливая его сбоку Фактически, эту функцию вы теряете Поскольку, уже приподняв его Начинает винт биться о баллоны И ход у вас остается совсем небольшой Которым, в принципе, и, наверное, нет смысла пользоваться Это все минусы этой конструкции В основном, в принципе, одни плюсы Не, ну, конструкция нормально, одобряю Да Ну, реально по-барски сидишь И не надо покупать кайтбот второй По факту, да? Ты просто под формат берешь Где нужен каяк, на каяке Где нужен мотор, раз пристегнул, поплыл Ну да, смысл есть А ты слева еще поставь второй В две руки едь Концепция, несмотря на то, что это какая-то громоздкая конструкция И кажется, что все нелепо выглядит На самом деле, ну, интересно То есть, по большому счету, под формат Мега вещь Когда ты любишь кишкаяк и ходишь в электромотор Еще удобно сбоку Правша, левша, все равно на какой стороне Женя, как минимум, не потратил лишние деньги на новую лодку Как минимум, еще он не выделяет у себя в квартире дополнительное пространство для хранения второй лодки В общем, это все очень здорово А можно, пацаны, не парить голову и купить вот сразу странцем Итак, что касается нашей рыбалки Собственно, да началось все замечательно Было пасмурно погоду, шел дождь И буквально только-только со спуска мы начали ловить головля сразу же Мы что, практически сразу, да, взяли первого головля? Вообще сразу Друзья, сегодня буду ловить спиннингом новым GS Classic N Это до 10 грамм палочка Поскольку у меня сегодня ставка на хорошего крупного головля Кидаю более-менее крупные кренки Вообще в планах было у меня на две палки ловить Одна у меня была до 4 грамм И вторая вот до 10 И уже зависит от того, как что головль себя ведет Клюет ли крупный, клюет ли мелкий На ту ставку делать Но проблема в том, что У Жени не было катушки И ему пришлось мою одну отдать Соответственно, стал выбор Какую палку с собой взять Поменьше или побольше Под своих байзерских жуков Или все-таки под крупные кренки С надеждой поймать более-менее крупного лобатого Но буду надеяться, что Крупный головль будет сегодня активничать И мне удастся его поймать на свои кренки Было много радости, эмоций Да, он был некрупный Но, тем не менее, это первый голабль Голабль в этом году И радовались мы каждому, как можно сказать, детям Как же я скучал по тебе Вот я весь год зимой мечтал Поскорее отправиться На головлинную рыбалочку Так и сплавлялись от порога до порога Как я говорил, мы хотели максимально большое количество Успеть пробежать Останавливались на каждом перекате Его детально обкидывали Субтитры сделал DimaTorzok Что, перед порогом неужели не берет? И, как правило, вот самое начало На границе кидаешь, он сразу должен вылетать А вот и голабль Все, сход Блин, а жука вот сразу, это самое Результат Оп Я там бросал Есть Это, что, это окунь А, смотри, что Плотла? Да Как она съела такую приманку Ничего себе Там стайка, наверное, стоит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Хорош, красавчик Как-то я его за бочину взял Все тащил, вот на струе, борись теперь, что Видишь, даже такой маленький Бокси И прямо стоит по струе Да, да, да Если что, подсак, говори, я поднесу Красавелла Ой, все, отпустил Вот это рыбалочка Кто-то стоял Напугал меня только А, там трава, трава, трава С перья, нет? Нет Спасибо. По солнцу был пойман всего лишь один-единственный головаль. Парни, беда какая-то. Солнце вышло, всё. Как было пасмурно, лил дождь. Клевало вообще как из пулемета. На первой же точке четыре головля снято было. Ух! Да, да, да. Как ударил-то, блин, Женя просто на вертушку, на мэпс. Ух! Ай, ты мой хороший. Ай, ты мой шикарный. Парни, отпускаем этого красавца. Давай. Ну. Давай, что ты нотрит-то? Смотрите, нотрит раздул. Да не обижайся ты. Меня, в принципе, интересовало этот выезд не как рыбалка, не как головаль, а именно опробовать свой, наконец-таки, новый комплект. Надо нос нагружать. Ну, у нас плава-то я планирую с вещами, естественно, с лагерными плавать. Как минимум две сумки. Поэтому нормально нос прижнет. Все посмотреть, все померить. Поставить мотор, посмотреть угол. Ну, угол, да, угол неправильной ноги, надо менять. Я прям чувствую. Так, ну что, нога явно стоит не под тем углом. Я вот думаю, надо, короче, сейчас этим заняться. Сейчас я попробую отрегулировать угол. Есть у меня ключ. Шикарный, велосипедный. Всю жизнь с этим ключом отходил. Самый школьный скамей, еще сопливым был. Велосипед выкрутил. И вот, до сих пор он у меня. Сейчас мы все сделаем. Мне кажется, надо на одну поднять. Все, готово, парни. Супер ключ. Высоту ноги, кстати говоря, тут я сразу обратил внимание. Было подозрение о том, что все-таки транец маловат. Так оно и получилось. Так, господа. Значит, во время сплава у меня были очень жесткие подозрения о том, что нога слишком глубоко. И вот мы сейчас с вами это все дело проверяем. Повесили моторчик. Прикладываем линеечку к плите. И замеряем самую нижнюю точку. От самой нижней точки. Мы получаем 6 см. Это очень много. Это что получается? Ну, как минимум 35 мм надо наращивать. Понял, что, естественно, нужен удлинитель румпеля. Уже заказал, сейчас придет. Короче говоря, было что подумать. Было на что посмотреть, все замерить. В принципе, этим я и занимался. Финальной точки, конечно, у нас не было. Мы отходили от тайминга. То есть по времени должны были возвращаться. Сколько там времени? Да блин. Ну, все это, бляха, мы не успеем с тобой. Ну, пофигу, да? Что, эти пороги пройдем? Что, рыбалка все равно идет у нас? Смотри, как культурно сидим, вообще. Так, вроде бы я выставил правильно. Парни, вот такую красотку взял. На мышь. Это четверка, наверное. Юрка? Да. Сейчас? Да. Воют у тебя? Да. Ладога, что ли? Ну, судя по буйкам. Юрка, молодец. Угу. Так, все, готова порция. Дошли, покушали, все обсудили и пошли уже обратно. Сейчас мы посмотрим еще, как этот Илон Маск пойдет против течения. Понятное дело, поколение электроскутеров забыли вкус настоящего, настоящего меда. Вот, парни, ДВС, вот где силушка-то кроется. Так, сейчас будет этот самый там серьезный поток. Бегас, надо с самой правой стороны держаться, там пошире вода. Я немножко опасался за винт, поэтому тоже немножко приходилось потаскать колечок. А, что же? Да. Ну, и, наоборот. Да. Продолжение следует... Прошли! Электромотор, в принципе, показал себя очень хорошо на ходе против течения. Ну, понятно, что уже на порожках, да, на перекатах, ну, никак, естественно, не тянет. Заметь, ты меня не вез. Я же там. Не, да, ты справился. Я думал, что потащу тебя. Потому что, ну, скорость реки-то бешеная. Вот такой вот выпад, как я говорил, что прежде всего это будет презентация нового комплекта. Я вам его показал, и вот сейчас уже начнется сплава. Я надеюсь. Планов много, есть много мест, рек, куда я бы хотел полазать. Главное, парни, на сегодняшний день, чтобы все получилось. Потому что сезон еще для меня, на данный момент, запись этого видео не начался. А уже все наши планы пошли по бороде. Короче говоря, буду вот так вот стараться. Выезжайте, и будем вместе с вами смотреть. Выводы я с вами поделюсь, и постараюсь, естественно, не задерживаться в этом вопросе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok